Ну, скучаешь? Вот это здравствуйте. Сижу, да, но не скучаю, Андрей. А вот скажи мне, Виолетта, любишь ли ты театр? Серьезно? Ты, прости, на что-то намекаешь или напрямую хочешь сказать? Я говорю напрямую, но сначала немножко намекаю. Вот скажи, готова ли ты посвятить театру неделю своей жизни? Кажется, я начинаю понимать. Весна, да? Волжские театральные сезоны, да? Ну что, погнали! Так, ну что, делимся впечатлениями? Кто первый? Не я. Хорошо, я начну. Сначала я задала интересующий меня вопрос и интересующему меня театру. Так, ну давай без интриги. Да какие интриги? Смотри, в Самару на фестиваль приехал театр на Литейном. В Самарский драматический театр. Угу. И? Что? Угу. Что? И? Андрей, художественный руководитель театра на Литейном Сергей Анатольевич Морозов. Художественный руководитель Самарского драм-театра Морозов Сергей Анатольевич. Так, прости, я сказал без интриги, да? Угу. Забудь, рассказывай. Хорошо. Но сначала про спектакль. Современность – это самое главное в прочтении. Тем более, что у Островского именно в этой пьесе дан карт-бланш. Там нет сурового такого жестокого, как у Гоголя, описания персонажей. Многие шаржированные в свое время персонажи. Ну, а мы пытаемся их как-то так погрузить в современность. Вот и все. У Островского сама пьеса. Не оторваться. А тут мы что-то еще выходим и изображаем в костюмах и в гриме. Субтитры создавал DimaTorzok Нет ли у вас какого-то ревностного отношения, что вот Сергей Анатольевич у нас часто бывает? Нет? Вы совершенно спокойно к этому относитесь? Мне нравится, что у Сергея Анатольевича очень большой запас энергии, который его совершенно не портит. Наоборот, красит. Он приезжает там умудренный. Сюда он приезжает умудренный. Сюда он приезжает уставший. Наверное, это очень хорошо. Я бы так не смог. Ну, видите, какие люди среди нас живут, выдающиеся. Мы признаем, что Сергей Анатольевич Морозов. А вам не интересно просто как человеку посмотреть, что здесь происходит? Очень интересно. Очень интересно. Фестиваль — это, знаете, средоточие в одном месте разных театров, разных взглядов. Это очень важно. И вот такой единый кусок времени. Это вообще важно. Любые фестивали — это обмен. Ну, а как еще? Интеграция с современным языком. Ну, по-другому же никак. Ну, как? Надо же общаться. Людям. Людям с людьми? Это, в смысле, артисту с разными зрителями? Зритель ведь все равно разный. Ну, театр — это тоже интересно. Приезжайте в другой город, естественно. Новое восприятие, конечно же. Тем более, опять же, этот театр, в котором хочется играть. Вот это очень важно. А я вот Лира посмотрел. Ого! Короля? Да? Его. Да ну, осилил классику. Ну, а что там? Час десять всего. Подожди. Лир? Ну да. Он же кукольный. В смысле? Кукольный лир? Ну да. И, кстати, это вполне логично. Хочется понять, насколько мы можем вызвать эмоции у более взрослого зрителя. Мы же сами взрослые люди и хотим перенести свои переживания, свои внутренние чувства и чувства и любви, и семейные переживания именно на взрослого зрителя. Вот что у нас получилось, мы сегодня вам и покажем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Исполнитель главной роли, наш художественный руководитель, к своему юбилею, к 50-летию, признался честно, что он очень давно мечтает сыграть короля Лира. Но когда изучаешь историю короля Лиры и вообще это постановка мирового значения, понимаешь, что любой режиссер хочет поставить короля Лира в любом жанре, и любой актер хочет его сыграть. Скажите, кто я? Лир или не Лир? А, не тот? У Лир он взгляд? Нет. Не та подводка? Нет. Вон, видно, погружен в глубокий сон. Нет. Но на него так не бывает! Скажите, кто мне объяснит? Но в спектакле, с нашей точки зрения, это было так задумано режиссером и сценаристом, что это трагедия отца. Потому что спектакль идет всего час-десять минут, и понятное дело, что такое длинное, огромное, емкое произведение невозможно. В некоторых театрах и до пяти часов идет такой спектакль в других жанрах, а в куклах это было бы утомительно. Если трактовать, если ставить Лира в классическом понимании, с целой армией персонажей, с целым ворохом сюжетных линий, куклы не выдержат. Куклы не выдерживают много текста. Куклы не выдерживают драматических каких-то мизансцен. Язык куклы – это язык движения, позы. Чем меньше слов и больше каких-то выразительных мизансцен или движений, или позиций куклы, как она встанет, в том случае она будет выигрывать. И намеренно грузить куклу таким шекспировским текстом, довольно-таки большим, одним аналоги могут до страницы доходить, то это не выдержит ни режиссер, ни артист, ни зритель, ни драматург. То, что можно сказать очень много слов в драматическом спектакле, в кукольном спектакле, мы слова заменяем действием. Это не классический кукольный спектакль. Сейчас такая тенденция в нашем кукольно-театральном мире, что артист вышел из-за ширмы, его стало видно, и появилась потребность в умении играть в драматическом поле, или в живом плане, кому как удобно. Куклы там играют роль, скажем, либо воспоминания, ну в плане, если происходит какое-то воспоминание, то есть король вспоминает о том, как он пролинал свою дочь, это выполняется уже в куклах. А то, что происходит непосредственно перед глазами зрителя, вот здесь и сейчас, в настоящем плане, временном, это уже исполняется, собственно, нашими лицами, нашими эмоциями. Служить тебе можно только в дурацком колпаке. Жаль, что у меня нет двух колпаков и двух дочерей. А зачем? Ну, как состояние я бы отдал дочерям, а колпаки поставил себе. Вот один у меня, а другой выбросил себе удочек. И ты называл меня дурачком, голубчик? Ну, ну, остальные титулы ты роздал. Ну, и действительно, Шут это такой персонаж, даже в истории, который знает все, слышит все. Все кулуарное, все, что за кулисами происходит, игры политической или там, обыденной королевской жизни. И к Шуту нередко обращались за советом, поэтому, наверное, это оттуда идет, что Шут в некоторых произведениях играет довольно-таки главную роль. Шут для короля Лира как раз и устраивает весь этот спектакль. Рассказывает, ну, указывает ему, это как его совесть. Шут, грубо говоря, выполняет роль совести короля, что, мол, посмотри, что ты наделал. С помощью декорации, с помощью цинографии, с помощью артистов он, собственно, доказывает это. Шут создает балаганчик такой для короля. И Лир не только является зрителем, но также является и участником непосредственным. Перед ним всплывают все те события, что описывал, собственно, Шекспир. Чем лично для меня театр кукол лучше драматического, что на сцене театра кукол как раз можно увидеть волшебство. И это волшебство там прямо на расстоянии вытянутой руки. Даже формат Самарского фестиваля разножанрового как раз и предусматривает для того, чтобы на фоне грандиозных балетных спектаклей, оперных спектаклей, драматических спектаклей с большим количеством декораций актеров и так далее, вот такой емкий кукольный жанр, он тоже вызвал те же самые эмоции, которые люди испытывают с перерывом, с антрактом, с осмыслением первого действия. А тут сразу вот бабах, и за час вы узнаете всю такую трагедию, историю короля Лира. Так, Андрей, давай. Театральный спор нашего века в чем заключается? Быть или не быть? Нет, ну тут однозначно быть. Какой уже здесь спор? Театральный спор нашего века ставить или не ставить? Классические пьесы в современном обрамлении. Вот, например, можно ли на Гамлета треники одеть? Ну, Богомолову же можно. Это да. Но он же здесь ни при чем? Нет, он ни при чем. А вот артист Красноярского театра пару мыслей по этому поводу изложил. Ну, рассказывай. Но сначала о спектакле. Хорошо. Коварство и любовь. Шиллер. Тут будет такая зыбкая дорожка, которая вроде бы и классическая, и вроде бы какие-то интересные идеи. Я, собственно говоря, тоже люблю. Я люблю, когда распаковывается текст. То есть он становится объемным. Вот ты берешь какую-то плоскость, и пока ты вертишь бумажку, она становится... И некоторые объемы здесь обнаруживаются. Даже, собственно говоря, они придуманы и в оформлении, оно оригинально имеет свои идеи. Вот. Он графичен, он такой, ну, не размашистый. Вот бывают спектакли размашистые. Или вот такие очень бурных там чувств, или бурных каких-то даже запредельно бывает. Нет, он как бы такой, он как бы согласно написанному варианту имеет свои прочные устои, границы и свои идеи. При этом такие четкие, которые владеют человеком. Где человек иногда в силу своих возможностей человеческих чисто не может что-то переступить, не может понять. Это такое интересное исследование. Оно исследователь. Знаете, иногда берешь лупу и вот рассмотришь, что-то я там не видел, но там была какая-то точка. А это, оказывается, не точка, там, оказывается, вензель какой-то там, какая-то закрутка. Вот для меня он так выглядит. И текст именно так мы как-то разбирали. Над текстом работал главный режиссер Олег Рыбкин. Он его компоновал. Потому что, конечно, пьеса, конечно, длиннее. И мне кажется, что он сделал такие удачные, удачную компоновку текста. Я не могу говорить то, что должны видеть вы, потому что это смешно, что я вам хочу объяснить, что... Нет, вот мне кажется, это вы должны увидеть, что в этом... Это нам и любопытно, когда мы играем. Мы смотрим, а чем дышит зал. Вот чем в этот момент он... Иногда мы предполагаем, потому что мы так четко там строим, мы предполагаем, что зритель вот так будет реагировать. Иногда он ведет себя по-другому, что он так... Это такая дышащая... Вообще все спектакли, они дышащие. Вот приходит каждый зритель, и он организуется в какую-то свою определенную массу. Он определенно смотрит. А завтра какой-то другой зритель. Мне интересно, как именно в вашем городе. Вот вы говорите, что интересное прочтение, необычное, не совсем классическое. Сейчас, в принципе, многие спектакли, многие пьесы, да, читаются на современном языке. Для чего это происходит? Как вы думаете, для того, чтобы быть ближе к зрителю, передать ближе эти смыслы? И насколько вам вообще это нравится Вене? Дело в том, что, я думаю, ни вы, ни я не знаете, какая она в оригинале. Мы же живем по-другому, ну, совершенно по-другому. Мы не сможем. Ну, я был вот, вот у нас идет спектакль «Беспреданец». Ну, я был у того бассейна или что там было, где там стрелялись, стрелялись. Но это другая была жизнь. Мы ее просто теперь же шифровываем согласно своим понятиям, согласно того, что мы уже в жизни расшифровали и говорим, что нет, мы сегодня по-другому, мы понимаем. Мы просто тогда не догадывались, что жизнь такая. Вот она оказывается немножко другая. И, извините меня, если я не знаю, почему я должен лапшу-то вешать зрителю, если я сам не могу уже точно сказать, какая она была. Мы ее уже не узнаем. Мы видим все равно произведение. Ну, а что мы все о зарубежном да о зарубежном? Наш это родной, где? Островский вот, например. Так, подожди, мы же с него начали. Ну, так Островского много не бывает. Тем более, что и он на фестивале был не один. Тем более, что и программу фестиваля уже второй год подряд завершает Московский драматический театр «Сфера». Ооо, это здорово. И как? Так же душевно завершили, как в прошлом году? Я так скажу. Достаточно душевно, чтобы и нам выпуск завершить. В первую очередь, пьеса про людей. Наверное, это самое важное. Про жизненные ситуации, которые с нами случаются. И мне кажется, в этом сила вообще этого произведения. Про какую-то, не знаю, человеческую любовь, возможно, даже. И про, ну, в первую очередь, вообще пьеса про материнские какие-то такие инстинкты отношения ребенка и матери. Мостровский великий автор. Я думаю, что многие люди в России понимают, принимают его и чувствуют глубины. И наш художественный руководитель Александр Викторович очень любит этого автора. И мне кажется, что пьеса действительно трогательная. И женщинам она будет, возможно, немного ближе. Потому что действительно тема отношения мамы к ребенку, она очень сильно раскрывается и разворачивается. Очень сильно проигрывается мной в меньшей части. И вот Евгений Казарин уже во всем остальном действии. Ваша задача, получается, наверное, как-то, не знаю, задать какие-то, не знаю, может быть, ситуации, черты, да, которые, получается, потом заберет актриса, которая играет в более взрослую версию. Есть ли у вас такая переклички? Мы с Женей много общались с Евгением Казариной, много общались на эту тему. И она сказала, что ей было бы удобнее, если она какие-то мои приспособления, наблюдая за мной на сцене, немножечко интерпретирует под себя. И мне очень интересно было на это смотреть и очень интересно было с этим поработать. Внешне есть некое сходство, и у нас с Женей, и даже какое-то там отношение или какие-то моменты в игре мы не простраивали, что вот я сделаю такой же жест, и ты сделай такой же жест. Мы старались более тонко перенести какую-то психофизику друг к другу на сцену. Уходите. Было интересно поискать этого человека, который вот приходит к таким жестоким, хитрым, каким-то, возможно, анти, даже, ну, для кого-то античеловеческим каким-то выводам и решениям, и выборам. Как вообще вы относитесь к образам таких антагонистов? Их интересно всегда играть. Ну, как бы антагонисты, они всегда как будто бы интереснее, чем какие-то лирические или романтические персонажи. Потому что нужно найти именно вот этот момент оправдания, то есть оправдать его для самого себя. Музыка. 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 Это один из моих любимых авторов, и я считаю, что он нам очень нужен, он всегда нужен людям. Может быть, сейчас как никогда, потому что он пронзительный и искренний, он необыкновенно душевный, он возвращает людей к каким-то самым простым, изначальным, истинным человеческим существованием, к настоящим каким-то жизненным опорам, к любви, верности, долгу, красоте, духовности. И он удивительно душевный и теплый, этот автор, Александр Николаевич Островский. И «Без вины виноватый» — это, конечно, пьеса об актерах, о мире театра, об актерах, о их, так сказать, вот, действительно. У них есть какой-то, ну, и поклон актерской братье, и в чем-то исследование того, как вырастают такие крупные актеры личности, через какие страдания и мытарства они проходят, становясь такими вот необыкновенными гениями русской сцены. Фестиваль — это такой невероятный драйв, невероятный праздник, праздник театра. Причем этот праздник ощущают и наши зрители так же остро, как и мы, потому что город очень театральный. Фестиваль действительно многожанровый, абсолютно все жанры искусства, но они объединены одной темой — фестиваль классической драматургии во всех жанрах. Когда афиша сильная, а в этом году у нас особо сильная афиша, на наш взгляд, то и новостей очень много, и много новых знакомств, больше половины афиши театров, которые участвуют впервые в нашем фестивале, вообще впервые в Самаре. Для меня все, приехавшие на наш фестиваль, 10 регионов нашей страны, это огромный театральный форум, они все для меня дороги, и я очень желаю им удачи. Так, подожди, Андрей, а что это мы все про гостей-то про гостей? Наши театры, между прочим, тоже принимали участие в фестивале. Ну да, «Самарт», «Воскресенье», «Самарский театр кукол», «Конек-горбунок», «Оперный театр мастера Маргарита» и что там еще? И «Самарский драмтеатр», «Дети солнца», между прочим, лучшая режиссура Сергея Морозова. И, кстати, по этому спектаклю у нас есть отдельный большой выпуск, смотрите. «Дети солнца» для меня очень важно было сохранить или показать, или, скажем так, даже не показать, а попробовать окунуться в мысли о том, что как важно для человека, для артистов, для персонажей, для зрителя, для города, для театра, для времени, сохранить в себе ощущение, что мы все все-таки дети солнца, а не дети тьмы. Мне кажется, что порой в этих мыслях мы чрезвычайно нуждаемся. Порой череда дней, суеты, забот, проблем, тревог заставляют нас об этом забыть. Или, скажем так, отодвигать это на задний план. Да, ощущение себя как человека, призванного на эту землю для того, чтобы сделать что-то светлое, оно накладывает обязательства, и это достаточно непростая миссия. Потому что проще всего, как бы так, знаете, так, ну, как получится, как получится. Нет, не как получится, а как, наверное, было предназначение каждому из нас, когда мы появлялись на свет. И несмотря на все те порой пронизывающие вихри, которые существуют вокруг нас или внутри нас, вот сохранить эту веру, возможно, даже несмотря ни на что. Мы, дети солнца, мы победим демный страх смерти, мы, дети солнца, рожденные солнцем, это оно горит в нашей крови. Ну что, коллега, приятно было посотрудничать. Так, а ты чего, прощаешься, что ли? Все, полюбили театр недельку и хватит? Да сейчас прям. Я, между прочим, театр любить продолжаю и готова за ним даже на дно спуститься. Так, это же был намек, да? Будет горький, да? Будет горький. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова